Итак, важное событие для Нинецкого округа. Свершилось то, что было сложно поверить еще год назад. Началось строительство первого участка круглогодичной автотрассы Нарин-Марусинск. Это значит, что работы на дороге, которая в будущем соединит два субъекта, теперь ведутся сразу с двух сторон. Если все пойдет по плану, один из отрезков, так называемый «третий», специалисты намерены сдать уже в конце года. Таким образом, останется построить два участка. Что касается водоэксплуатации всей автотрассы, то местные власти называют 2022 год. Насколько это реально, попыталась понять наша съемочная группа. Вместе с губернатором мы отправились на главный долгострой Нинецкого округа. Там Александр Цибульский оценил работу подрядных компаний. Обо всем по порядку в следующем специальном репортаже. Вот он, первый участок будущей автотрассы Нарин-Марусинск. Работы здесь начались буквально несколько дней назад. В будущем автотрассу поднимут еще на шесть метров. Кадры, которые еще никто не показывал. Строительство первого участка межрегиональной транспортной артерии. Он начинается после так называемой отсыпки. На объекте сегодня работает больше ста человек. Столько же тяжелой техники. Метры за метром посреди заснеженной тундры специалисты прокладывают дорогу жизни. Работают с использованием самых передовых технологий. Не на глаз, как было раньше. Дорогу отсыпают при помощи специальной 3D-системы. По сути, она автоматически строит маршрут для машиниста-бульдозера, словно GPS-навигатор. Это позволяет избегать брака при выполнении земельных работ. Вот геодезисты у нас ходят с тарелками. Один из бульдозеров, у нас вот на нем стоит мачта, 3D-оборудование. Протяженность первого участка всего их 4-11 километров. Постоянную дорогу прокладывают в стороне действующего автозимника. Так прописано в проекте. Исполнителем работ выступает санкт-петербургская компания «Техносфера». Несмотря на то, что к строительству участка подрядчик приступил лишь в начале марта, специалисты уже опережают график. На первом-втором этапе производится устройство выравнивающего слоя с последующим устройством основной части насыпи, земляного полотна с заворотом в берменную часть. Также ведется отсыпка технологического подъезда. Идем с увеличением темпов, то есть сдавать будем раньше. Но контракт нам предусмотрен трехлетний этап строительства. В будущем темпы строительства только увеличатся. От численность специалистов вырастет до 250 человек. Больше задействуют и техники. В основном она работает сейчас на карьере, которую разрабатывают с нуля. Запасы колоссальные – 700 тысяч кубических метров песка. Это при том, что вокруг голая тундра. В настоящий момент находимся в нашем городке. Жилой городок состоит из 62 вагончиков подготовленных, утепленных. Полностью комфортное пребывание всех сотрудников здесь у нас. Столовая. А еще собственная испытательная лаборатория и медицинский пункт «Дорожный городок» со всеми необходимыми удобствами для проживания возвели за максимально короткие сроки. Рядом строят мини-АЗС – место, где будут хранить горюче-смазочные материалы. Очень приятно, что у нас началась строиться дорога еще и с другой стороны, навстречу друг другу. Мне кажется, мы сегодня с коллегами проехали, посмотрели то качество работы, которые демонстрирует новый подрядчик. У нас были определенные опасения, потому что компания для нас незнакомая выиграла конкурс на эти работы. Мне кажется, что то, что сегодня мы увидели, не может не радовать. Количество техники очень приличное. Порядка 60 единиц работают в круглосуточном режиме. Оценил губернатор Ненинского округа и ход работ на третьем участке межрегиональной автотрассы. Его возводят специалисты Усинского ДРСУ. К строительству приступили еще в январе 2018-го. За это время выполнили практически все работы по отсыпке земляного полотна – будущей проезжей части. На стадии завершения и монтаж водопропускных труб. Из 20 проложились 17. Однако самое сложное впереди. В ближайшие дни специалистам предстоит приступить к строительству моста через реку Лая. Контракт на возведение постоянной переправы протяженностью 100 метров уже заключен. С Уфты вышла колонна ночком из строя моста. Сегодня они должны появиться здесь. Значит, 12 это машин. Через 2-3 дня они монтируют оборудование и приступают к объему работы. Завершить все работы на третьем участке строители планируют в этом году. По контракту в конце декабря. По факту уже в октябре. То есть выполнить обязательства, прописанные в контракте. Подрядчик Усинской ДРСУ намерен раньше с обережением графика. Важный момент. Круглогодичную автотрассу сегодня строят исключительно на государственный день. Все денежные средства, которые будут потрачены на строительство дороги, придут нам из федерального бюджета. Уже в прошлом году 400 и 149 миллионов. В этом году ждем, когда нам подтвердят финансирование. Округ тратит денежные средства на авторский и строительный контроль. Очередной ряд показал особых замечаний к подрядным компаниям Усинскому ДРСУ и техносфере со стороны руководства Ненецкого округа пока нет. В целом, увиденным и услышанным представителям власти остались довольны. Работы реально ведутся. Это первое. И темп действительно набран достаточно серьезный. Что не может не радовать. Чтобы мы, конечно, все ждем, что дорога будет строиться в указанные сроки. Что касается главного вопроса, когда на карте России появится новая трасса регионального значения Нренмар-Усинс, то ориентировочная дата 2022. Впрочем, Александр Цибульский уже заявил, при стабильном финансировании со стороны правительства отправиться на автомобили в соседний регион можно будет раньше, при этом в любое время года.